Это история о кровожадном живоданском звере. С 1764 по 1767 год этому зверю удавалось держать в страхе все население провинции Живодан на юге Франции. Его жертвами в течение трех лет стали более 200 человек. До сих пор исследователи теряются в догадках, кем же на самом деле был знаменитый живоданский зверь, может быть, оборотнем. Очевидцы описывали живоданского зверя как существо, похожее на волка, но размером с корову. У него была очень широкая грудная клетка, длинный гибкий хвост с кисточкой на конце, как у льва. Зверь обладал вытянутой мордой и небольшими заостренными ушами, а из пасти торчали огромные клыки. Шерсть существа была желтовата рыжей, но на спине вдоль хребта была полоска темной шерсти. Интересно, что живоданский зверь практически никогда не нападал на животных, только на людей, преимущественно женщин и детей. Кроме того, людоед никогда не попадался в расставленные на него капканы и ловушки, не брал отравленных приманок и успешно избегал облав. Король Людовик XV назначил награду за поимку людоеда. В октябре 1764 года охотники почти убили живоданского зверя, но, смертельно раненый несколькими пулями, он ушел в чащу. Вскоре нападения снова возобновились, 19 июня 1767 года во время очередной облавы живоданский зверь был убит серебряными пулями охотником Жаном Шастелем. Тушу убитого волка возили по всему живодану, чтобы убедить его жителей в том, что страшный зверь истреблен. Шерсть у волка оказалась серо-рыжеватой с несколькими черными полосами, из волка сделали чучело и поставили в королевском дворце. Однако чучело оказалось сделано некачественно и вскоре начало разлагаться, тогда король распорядился выбросить его на свалку. Предполагалось, что волков-убийц было несколько, что это был гибрид волка и собаки, потому он и не испытывал страха перед людьми, что это была гиена или леопард. Ходили слухи, что живоданский зверь имел отношение к семье своего убийцы Жана Шастеля. Якобы возле зверя видели человека, незадолго до убийства монстра без вести пропал старший сын Жана Антуан. Известно, что Жан Шастель и его сыновья много путешествовали, и побывали в африканских странах. Возможно, что они привезли оттуда экзотическое животное, которое Антуан Шастель затем выдрессировал и приучил к охоте на людей. Ныне близ деревни Сок-Ваверни есть огромный памятник живоданскому зверю в память о кошмаре, пережитом здесь несколько столетий назад. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие рассказы о животных.